Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа Вести Карачаева Черкесия. В России продолжается весенний призыв в армию и завершится он 15 июля. За это время планируют набрать 147 тысяч новобранцев со всей страны. В Черкесске проводили очередную группу солдат-срочников. Сколько призывников наберет республика и в каких войсках они будут служить? Со сборного пункта репортаж Дарьи Тенгит. Сегодня в республиканский сборный пункт прибыли новобранцы. Призывники уже построены на плацу и ждут отправки. Весенний призыв в самом разгаре. Каждый год тысячи парней получают повестки и отправляются служить в армию. Отъезд в места несения воинской службы – ответственное событие не только для ребят, но и для их близких. Проводить новобранцев пришли родные и друзья. К призывникам обратилась Фатима Бженникова, бабушка одного из призывников. Ей немного волнительно отправлять внука в такое неспокойное время. Она пожелала ребятам достойно пройти службу. Переживаем, потому что это внук. Все бабушки, все дедушки, они обычно такие. Но я что желаю? Я желаю всего хорошего всем, всем, которые идут служить, которые идут защищать нашу Россию и наш Карачаево-Черкесию. Пусть дедушки, бабушки дождутся своих внуков, мы их ждём. Пускай все будут живы и здоровы. 40 новобранцев из Карачаева-Черкесии в возрасте от 18 до 27 лет пополнят ряды российской армии. Они будут служить в войсках Национальной гвардии Российской Федерации. Сергей Белоборода, военный комиссар Карачаева-Черкесии, отметил, что призывники не будут отправляться в зону проведения специальной военной операции. Также добавил, что армия – это школа мужества и пожелала ребятам крепкого здоровья, соблюдая требования общевоинских уставов и технику безопасности. С сегодняшнего дня им присвоено воинское звание рядовой, и у них начинается служба в вооружённых силах. Да, служба в армии не бывает лёгкой, она связана с определёнными ограничениями, но ведь настоящий мужчина не боится трудностей. Уверен, что и наши призывники будут достойны продолжателю традиции своих дедов, отцов, старших братьев. В торжественной отправке ребят приняли участие представители власти, военного комиссариата, священнослужители, артисты филармонии. По поручению главы республики Рашида Тимрезова с напутственными словами к призывникам обратился первый заместитель руководителя администрации правительства Марат Хубиев. Хочу выразить слова благодарности призывникам и их родителям за высокое чувство долга и желание стать в ряды российской армии. Служба в рядах российской армии всегда была и есть благородным и светлым делом. Престиж службы в российской армии повышается с каждым днём. Хочу вам пожелать с честью пройти службу и стать достойным примером подрастающему поколению. В добрый путь, товарищи призывники! Для многих ребят это серьёзное испытание в жизни. Кирилл Пантелеев изначально хотел служить в войсках Национальной гвардии Российской Федерации. И его мечта сбылась. По прибытию в военкомат сразу выдали повестку, сразу меня распределили и обрадовали то, что пойду служить в Москву в Росгвардию. В дальнейшем, в любом случае, благодаря армии, это карьера, хорошая работа. Марат Смакуев тоже отправляется служить в войсках Национальной гвардии. «Готовился долго, да, больше полгода где-то. Настроение отличное, позитивное. Я горд, что поеду защищать Родину». Призывников провожали не только тёплыми словами, но и подарками. От партии «Единая Россия» солдатам-срочникам вручили памятные сувениры. В заключении мероприятия призывники торжественно прошлись маршем и направились прощаться с близкими. Напомним, что весенний призыв закончится 15 июля. Дарья Тендит, Мухаммед Ашебоков, Вести Карачаева, Черкесия. Карачаева, Черкесия готовится к итоговой аттестации учащихся 9-11 классов. В правительстве республики прошло совещание с участием представителей Министерства образования, здравоохранения, транспорта, а также правоохранительных органов. Руководители ведомств рассказали о степени готовности к проведению государственной итоговой аттестации общеобразовательных учреждений, обеспечении безопасности в пунктах сдачи экзаменов и медицинском сопровождении. Кроме того, было отмечено, что в нынешнем году русский язык и математику учащиеся будут сдавать в своих муниципальных образованиях, а предметы по выбору в республиканской столице. Экзаменационный период продлится с 24 мая по 1 июля. Сдавать основной государственный экзамен девятиклассники будут в количестве 5 616 человек. Всего создано 29 пунктов проведения экзамена по девятому классу, из них 22 пункта стационарные, это пункты, которые размещены в школе, остальные пункты будут созданы на дому. Что касается ЕГЭ, то в этом году ЕГЭ будут сдавать 1781 человек. Для ЕГЭ у нас создано 15 пунктов проведения экзамена. Сегодня проводится вся необходимая подготовительная работа, организационно-технологического характера. Создаются все необходимые условия, в том числе и психологического характера. Наша задача создать комфортные условия для детей, для сдачи единого государственного экзамена. Одна из достопримечательностей Черкеска – каскадная лестница, ведущая в парк Зеленый остров, своим преображением порадует как жителей, так и гостей республиканской столицы. Год назад жители Черкеска в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» проголосовали за благоустройство основного спуска в парк культуры отдыха Зеленый остров. И вот пришло время реализовать задуманное. За началом ремонтных работ наблюдал Артур Мхце. В течение нескольких ближайших месяцев у жителей гостей Черкеска будет на один вариант меньше, чтобы спуститься в парк Зеленый остров. Но, как видим, это вовсе не значит, что ограничивается доступность посещения городского оазиса. Кроме того, после ремонтных работ на каскадной лестнице преобразится, так сказать, главная витрина парка – его основной спуск. Около года назад по всей стране проходило голосование по определению территорий для благоустройства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Жители Черкеска выбирали между сквером по улице Даватора и основным спуском в городской парк культуры и отдыха. В итоге было принято решение реализовать обе предложенные заявки. В рамках благоустройства каскадной лестницы предусмотрены работы по устройству плиточного покрытия на ступенях, приведем в соответствие освещение, будет достаточно освещенная данная территория, будут установлены грунтовые светильники на ступенях. Также планируется благоустроить прилижающую территорию, озеленить клумбы. Именно с предстоящими работами связаны временные неудобства при посещении парка. Как говорят представители подрядной организации, параллельно с подготовкой лестницы они начнут и асфальтирование моста. Сейчас снимается старое покрытие. Мы учитываем пожелания жителей, так как данный парк пользуется спросом у жителей города. Поэтому было принято решение сначала перекрывать верхнюю часть ступеней, а потом уже перекрывать нижнюю часть. Поэтому доступа к зеленому острову никаких проблем не будет. Жители смогут в любое время посещать свой парк. Несмотря на то, что работам на каскадной лестнице отведено около четырех месяцев, подрядчики планируют завершить благоустройство раньше срока. Строители понимают эстетическую важность для людей этого городского оазиса. Разумеется, ремонтом основного входа дело не ограничится. По словам представителей мэрии Черкеска, спуску на зеленый остров со стороны улицы Розы-Люксембург также уделяется большое внимание. В настоящее время сформирована заявка. Ожидается решение комиссии. Артур Махцера Солбердиев, Вести, Карачаев, Черкесия. Сейчас о погоде на выходные, после продолжим выпуск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Республиканский перинатальный центр в целях снижения риска рождения недоношенных детей проинформировал о важности соблюдения врачебных рекомендаций. Что нужно знать будущей маме, чтобы обезопасить себя от угрозы, расскажет Дарья Тендит. Рождение недоношенного ребенка является большим стрессом для семьи. По статистике, количество преждевременных родов увеличивается. Чтобы обезопасить себя от угрозы, будущей маме важно вести правильный образ жизни и отказаться от вредных привычек. Регулярно наблюдаться у специалистов. Вовремя делать прививки, чтобы обезопасить себя и ребенка от серьезных инфекций. Научно доказано, что если ребенку в первые 12 часов жизни ввели препарат от гепатита B, то ребенок приобретает устойчивый иммунитет к вирусу. Вакцинация детей проводится с письменного согласия родителей, отметила доктор Фатима Хубиева. Недоказанные вещи, чьи-то призывы не вакцинироваться. И что стало результатом? Во многих регионах Российской Федерации, да и во всем мире, подняло голову горе опасное заболевание, которое заканчивается часто или летальным исходом, или энцефалитом, менингитом, после чего, если даже выживший, может остаться инвалидом. Плюсов от вакцинации много. Препараты с большим стажем использования неоднократно доказали свою эффективность. Они проходят тщательный контроль и многочисленные исследования на территории России. Обычно малыши хорошо переносят прививки. После вакцинации за состоянием ребенка наблюдают специалисты. Бывает и так, что дети по состоянию здоровья получают отвод от вакцинации, говорит Фатима Магомедовна. Мы под тяжелением только вакциной, ослабленной БТЖМ. БТЖМ никогда не вызывает побочных эффектов. Сегодня очень важно заботиться о здоровье. Ответственная подготовка к беременности – залог рождения здорового ребенка. А вовремя сделанная вакцина способна уберечь от тяжелого и опасного заболевания. Дарья Тендит, Медина Джанкёзова, Мухаммед Ишибоков. Вести Карачаева, Черкесия. Актуальный подарок предстоящему летнему сезону получит туристко-студенческая столица нашей республики. В Карачаевске к официальному открытию готовится отстроенная практически с нуля новая общественная территория – парк культуры и отдыха «Зеленый остров». Ахмад Халхечев продолжит. Проект новой общественно-досуговой зоны Карачаевска реализован за счет средств грантов всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения». Но активная фаза строительно-облагодарительных работ началась летом 2021 года. Место для парка выбрано не случайно. Именно здесь, в поме «Вечно голубоглаза» Тиберды, еще в советские годы располагался парк культуры и отдыха, который пришел в запустение в постперестроечные годы. Сегодня я в первый раз пришла. Мне очень понравилось, потому что здесь большое пространство. Который сейчас у нас есть парк, он не такой красивый, как этот, и в нем не такие аттракционные развлечения, которые есть тут, и не такие места, которые есть тут. Места больше, можно поиграть в разные игры. Больше всего нравится вот эта баскетбольная площадка, на которой удобно играть. И раньше до этого не было таких площадок, на которые можно было прийти и поиграть, собраться с людьми. Площадь благоустроенной территории чуть больше пяти гектаров. Здесь каждый, независимо от возраста и круга интересов, найдет занятие по душе. Для тех, кто предпочитает активные виды отдыха, оборудованы тренажерные, баскетбольные, теннисные и детские игровые площадки. Ну а на гулявшем здоровый аппетит на луне природы в помощь – мангальные зоны. Все это сутано для жителей и гостей нашего города, для приятного времяпровождения. Приглашаем всех желающих посетить это мероприятие. Позаботились и о культурно-просетительском составляющем. На территории парка расположились этнодеревня, горный креативный кластер, музей под открытым небом и сценаринг. Мы не привыкли жить в городах таких, где парки большие. Для нашего города это просто радость. Ну, желательно, чтобы еще и пруд нормально сделали. Пруд заросший, тина. А так, в целом, ничего. Ну, какую-нибудь живность надо запускать. А там утка была осенью, между прочим. Да была, но ее сейчас нету. Улетела. Уже несколько раз был с внуками, внушками. Сам тоже на той стороне живу. Через складку, через день хожу сюда. Насколько вот долгожданное это событие для Карачаевска, для горожан? Ну, пока полностью. Лет 20, наверное, ждали, наверное, этого. Ждать теперь точно осталось немного. Сейчас строители здесь, можно сказать, наводят последние штрихи. Ну, а само официальное открытие уже новой общественно-досуговой зоны запланировано во втором квартале текущего года. Ахмар Халкищев, Ислам Урумов, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск. На этом субботний выпуск Вести подошел к концу. Приятных вам выходных и всего доброго. Редактор субботний выпуск Вести Карачаево-Черкесия